Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Уллправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Новый закон оставил людей с ограниченными возможностями здоровья без средств для жизни. Ассоциация ТОС Ульяновской области пополнила свои ряды и ряды общественных инспекторов. В центре города появилась звезда Владимира Хатиненко. Полномочия переданы, но этого, как оказалось, недостаточно. Несколько регионов страны, в том числе Ульяновская область, столкнулись с проблемой обеспечения техническими средствами реабилитации. Полгода дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья не могут получать подгузники, обувь, протезы и костыли. Кто виноват? Разбиралась наш корреспондент Рината Алиулова. Что делать и как дальше быть? Этот вопрос последние пять месяцев задает себе Екатерина Маркова. Она мама 14-летнего ребенка-инвалида. С 1 января их семья не получает положенные средства реабилитации, абсорбирующие белье, не выделяя должным образом и компенсацию на них. Согласно закону, с начала 2019 года полномочия по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья теперь принадлежат Фонду социального страхования, а не Министерства труда и социальной защиты, как это было раньше. Переход к иным правилам работы, заключение новых контрактов и стали причиной серьезных неудобств. Родители в негодовании, как дальше жить, потому что все в общем-то в кредитах для того, чтобы как-то поддерживать своих детей. Обеспечение ТСР по-прежнему не ведется. То есть вот сейчас начали выдавать только детские подгузники и начали давать направление на обувь. Обратите внимание, сейчас конец мая. За законные права своих детей-инвалидов, детей-сирот и всех взрослых граждан этой категории Екатерина борется не одна, а вместе с другими мамами и папами общественной организации родителей-инвалидов. По их мнению, проблему к сырому закону добавляет полная профнепригодность кадрового состава, да и в целом политика нынешнего регионального отделения ФСС. Полгода чем занимался фонд социального страхования, я не знаю. Он говорил про какие-то контракты. Я понимаю, почему у них не срослось, потому что они недавно начали этим заниматься. Конечно, у них возникли кадровые сложности, ввиду того, что работники не были подготовлены. Но это же не должно касаться инвалидов. Мы ждали до марта месяца, мы понимали их сложности. Устав добиваться справедливости от местного фонда, общественники обратились в правительство и фонд социального страхования России. На встречу и помощь к ульяновским родителям приехал зампредседатель ФСС Алексей Кошелев. Тематика цены компенсации. Но насчет того, что на сайте их нету, обещаю, завтрашнего дня будут. Под вашу личную ответственность, завтрашнего дня цены по всем позициям будут на сайте. Что касается подгузников, да, есть некая сложившаяся практика, да, и судебная практика и так далее. Я про нее говорил, по-моему, на селекторах тогда, что мы подгузники задним числом не выдаем. В виде исключения мы тут приняли решение сегодня. Мы выдадим всем подгузники с 1 апреля по 1 сентября. Глава кабинета министров Ульяновской области Александр Смекалин в свою очередь принес извинения от лица всего правительства. То, что не доглядели на региональном уровне, обещают устранить за счет подписания соглашения. Документ позволит включить всю сеть соцзащиты региона в систему работы ФСС. Поэтому вы сможете получать консультации оперативно на всей территории региона. Удобно коммуницировать с нашими специалистами. Будете коммуницировать с нашими специалистами, они будут вам, соответственно, пояснять. Какие-то вопросы там с ФСС, изменится позиция, будет с ФСС работа выстроена. К налаживанию коммуникаций подключатся и депутаты законодательного собрания. Ну и мы, с своей стороны, для того, чтобы это не ушло в песок, и чтобы все, что вы сказали, было точно сделано, и региональный ФСС перестроился, мы обязательно в режиме комитета Сергея Александровича Шерстнева, он получит поручение от Валерия Васильевича Малышева и от меня, чтобы в режиме ежемесячно тоже собирал в разных формах, значит, и общественная организация, и заявители, которые будут приходить, и мы получали обратную связь. Сегодня в регионе проживает более 4 тысяч детей и 10 тысяч взрослых с ограниченными возможностями здоровья. По вопросам получения технических средств реабилитации, можно позвонить на номер горячей линии 27 28 90. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. Ассоциация ТОС Ульяновской области на общем собрании подвела итоги деятельности за 2018 год, внесла изменения в устав ассоциации и приняла новых участников. Также в этот же день среди членов ассоциации прошло обучение по программе «Общественный инспектор по охране окружающей среды». Ассоциация ТОС Ульяновской области – это команда активных неравнодушных жителей, которые стремятся совместными усилиями решать проблемы своего дома, улицы, микрорайона, села. Активность ТОСовцы проявили и на общем собрании ассоциации. Каждый вопрос в повестке обсуждался бурно, особенно последний, когда речь зашла о награждении ТОСов, работающих эффективно. Такая форма поощрения в ассоциации внедряется впервые. Сегодня принимали мы новых членов. Очень рады, что в ассоциацию уступают, она востребована. Сегодня приняли 48 ТОСов в нашу ассоциацию. Теперь у нас общее количество уже больше 100. Но, к сожалению, еще не все приняты. Со временем, думаю, что постепенно мы никого не загоняем, придут все. Потому что от ассоциации, благодаря тому, что поддержка была в этом году, у нас появилась исполнительная рекция. Ассоциация сейчас оказывается юридической помощью, бухгалтерской помощью, методической. После небольшого перерыва представители Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области впервые среди руководителей ТОСов провели обучение по программе «Общественный инспектор по охране окружающей среды». Цель этого обучения, соответственно, расширение института общественных инспекторов по охране окружающей среды Ульяновской области. Данный институт начал формироваться Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области еще в 2017 году по поручению губернатора Сергея Ивановича Морозова. По словам заместителя Министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнары Рахматулиной, сегодня на территории региона работает 22 общественных инспектора. За два с половиной года ими составлено порядка 30 актов. И по семи актам возбуждены административные дела, которые, как правило, заканчиваются штрафными санкциями. Сегодня минимальный штраф на физическое лицо составляет 1 тысячу рублей, на юридическое – от 100 тысяч рублей. А незаконную добычу полезных ископаемых – более 800 тысяч рублей. В 2019 году при выступлении президента, при послании президента к Федеральному собранию основным направлением в работе экологической политики страны было отмечено вовлечение общественности, создание именно институтов общественных инспекторов. Опять-таки, переходя к Ульяновской области, здесь мы можем гордо сказать, что институт общественных инспекторов у нас создан и на сегодняшний день работает. Сразу после 40-минутного обучения будущих инспекторов состоялись экзамены. Те, кто ответил на вопросы экзаменационной комиссии, пополнил ряды общественных инспекторов региона. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Сегодня в Ульяновске состоялся галоконцерт первого межрегионального фестиваля духовых оркестров «Соборная площадь». Мероприятие прошло на центральной площади города и собрало коллективы из разных регионов. Подробности у Ирины Антоновой. Кульминацией первого межрегионального фестиваля детских духовых оркестров «Соборная площадь» стал грандиозный праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Всем известные произведения, в том числе и гимн Российской Федерации, исполнял сводный детский тысячный хор из числа хоровых коллективов образовательных организаций региона. Акомпанировал хору сводный духовой оркестр, созданный из участников фестиваля. В качестве дирижера более 200 юных музыкантов выступил художественный руководитель и главный дирижер Ульяновского государственного духового оркестра «Держава» Валерий Уткин. Всех участников фестиваля поприветствовал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Несмотря на достаточно прохладную, в общем-то, пока еще не летнюю погоду, мы с вами имеем возможность во весь голос заявить нам тепло. Тепло от той музыки, тепло от тех песен, тепло от той замечательной идеи, которая долго обсуждалась, но быстро была реализована. Почетным гостем фестиваля стал президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей Духовое общество, лауреат премии правительства Российской Федерации Михаил Брызгалов. В этом году впервые в рамках национального проекта «Культура» проводят несколько фестивалей в стране, в том числе и в Ульяновске. Для нас очень важно посмотреть, сделать выводы, сделать, наверное, некоторые работы над ошибками, для того, чтобы в следующем году здесь, в Ульяновске, на базе уже существующего и хорошо сбалансированного фестиваля, может попробовать какой-то пошире сделать фестиваль, пошире по географии. Но с другой стороны, вы также видите, что и в этом году представлены и Москва, и регионы Приволжского федерального округа, поэтому мне кажется, что мы идем в верном направлении. Михаил Брызгалов отметил, что последние полтора года в федеральном правительстве и Министерстве культуры идет большая работа по воссозданию на территории страны собственного производства отечественных музыкальных инструментов. Уже появились серии с полной линейкой духовых инструментов. В дальнейшем лучшие духовые оркестры страны по итогам конкурсных программ будут получать комплекты музыкальных инструментов отечественного производства за счет федерального бюджета. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Ульяновская аллея славы с каждым годом пополняется новыми именами. В 2018-м почетной звезды удостоилась актриса и филантроп Чулпан Хаматова. Сегодня награду получил актер и кинорежиссер Владимир Хатиненко. Наш корреспондент побывал на торжественной церемонии. На аллее имени Валентины Леонтьевой зажглась еще одна звезда. Сегодня монумента славы удостоился народный артист Российской Федерации Владимир Хатиненко. Актер, режиссер, да еще и президент международного кинофестиваля от всей души. Его многогранный талант высоко оценен. Виновник торжества этому очень рад. Владимир Иванович считает, что достойного творца необходимо поощрять и хвалить при жизни. Не ради взращивания гордыни, а для поднятия боевого духа. В общем, важно внимание. А винограда – это внимание. И когда ты молодой, это особенно важно, потому что ты оказался в поле зрения. У тебя дополнительные возможности в работе. Мэтры кинематографа пришли поздравить его коллеги и единомышленники. Несмотря на ветреную погоду, в аллее царила теплая атмосфера. Известная телеведущая Татьяна Судец не стала использовать штампы, а пожелала Владимиру самых простых и важных человеческих радостей. Вы знаете, что я ему хочу сказать? Я ему хочу сказать, как всегда говорят, творческих планов, исполнения новых фильмов, новых работ. Я ему хочу пожелать просто душевного спокойствия. Потому что сейчас, к сожалению, время такое, спокойствия нет. Открытие «Новой звезды» завершилось, а кинофестиваль от всей души продолжается. До 28 мая для ульяновцев доступны увлекательные мастер-классы и эксклюзивные кинопоказы. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости ульяновской правды. В детской школе искусств номер 6, которая находится в Засвияжском районе Ульяновска, 130 воспитанников получили свидетельство об окончании музыкального учреждения. Подробности в нашем сюжете. Анастасия Смиричинская мечтает хоть раз выступить в лондонском Ковендгарден, Королевском театре оперы и балета. Выпускница ульяновской детской школы искусств номер 6 с детства считает своим другом пианино, любит музыку Моцарта и Паганини. В 8 лет девочка изучала игру на фортепиано и в будущем планирует связать свою жизнь с музыкой. У меня есть награды, я участвовала в международных конкурсах, также занимала призовые места, была лауреатом. И я не люблю хвастаться своими наградами, поэтому просто люблю играть для своей души. Вместе с другими выпускниками Анастасия выступила на выпускном вечере в родной и любимой музыкалке. Ребята по очереди сыграли знаменитые произведения классиков, чтобы продемонстрировать свои знания и умения. Юное дарование Надежда Иванова, когда касается пальцами клавиш, растворяется в музыке и мысленно уносится далеко за облака. Девочка пятый год учится играть на фортепиано и через пару-тройку лет рассчитывает сама сочинить нечто особенное. Ну, мне нравится играть веселые там. Больше у меня вообще любимый композитор это Дмитрий Дмитриевич Шестакович. Мне нравится, вот я играла вот испанский танец, пантомиму Шестаковича, вальшутку. Такие веселые мне нравятся. Среди тысячи воспитанников школы есть особенные мальчишки и девчонки. Преподаватель детской школы искусств номер 6 Наталья Столярова занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Двое ее выпускников достигли наивысшей ступени в своем мастерстве и сегодня учатся в московских вузах. Я таких детей очень люблю и, наверное, от этого все и идет. Потому что эти дети особенные не только по возможностям здоровья, они особенные в отношении, они по-особенному чувствуют. Чувствуют все, что их окружает, они по-особенному дружат, любят, переживают очень искренне. У них настолько искреннее чувство, что заниматься такими детьми – большое благо. С 2009 года одним из приоритетных направлений деятельности школы стало обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Главная цель – создать все необходимые условия для творческой самореализации и роста всех детей. В нашей школе обучается 1100 учащихся, 130 из них не сегодня, но выпускаются. Сегодня 50 человек получат свидетельство в сегодняшний день. У нас еще и завтра, и послезавтра выпускные вечера. Просто раздробленная школа у нас, поэтому несколько выпускных вечеров. Вот в данный момент в этом зале 50 из них получат свидетельство об окончании школы. В ДШИ талантлив каждый, в чем убедились зрители концерта. Дети удивили собравшихся виртуозной игрой на инструменте, а учителя – веселым представлением. Цыганочка, бабушка с внучком, малыши из детсада в шутливой форме пели и плясали. В конце под фанфары и аплодисменты зрителей выпускники получили долгожданные свидетельства об окончании школы и напутствие от директора. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в регионе сохранится прохладная погода. Предстоящей ночью по области ожидаются заморозки. Завтра днем в Ульяновске столбик термометра поднимется до 15 градусов по Цельсию. При этом будет солнечно. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру. Хороших вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»!